Лариса Долина права в том, что на одной сцене с профессионалами они не должны стоять По-аджарски это вообще самое мое любимое блюдо на свете, чтобы понимать Кали и хатапури все можешь, но без фанатизма Очень даже с фанатизмом А когда я его спасла, я поняла, что он таким же остался Она иногда может что-нибудь там ляпнуть, сморозить И вот эта искренность, она, конечно, людей сильно подкупает Запрос к хатапури до и после пластики Я точно лучше стала выглядеть Я всегда думала, что я выйду один раз замуж на всю жизнь Вот что может быть причиной того, что ты человека можешь вычеркнуть из жизни? Мы прекрасно понимаем, как это все работает Я миллион лет в этой сфере Вот сейчас все узнают про него Не может быть такого, чтобы он был и симпатичный, и самодостаточный Если ты в отношениях, ты должна жертвовать чем-то Я поняла, что для меня важно Но хачапури по-аджарски я бы доела Ну давай, давай, доедим Я обожаю людей с хорошим аппетитом Для меня просто нет ничего хуже, чем, знаешь, с кем-нибудь встречаешься Я это не ем, это я тоже не ем Я, блин, все ем Знаешь, почему я не люблю готовить? Потому что тот человек, который готовит, никогда вкусно не ест В процессе сжираешь все ингредиенты и просто потом сидишь вот таким кузом Да, чуть-чуть попробуешь, и уже все В следующем году группе А-студио 35 лет У нас там целый ряд грандиозных мероприятий запланировано на эту тему И из этих 35 лет ты 16 лет солистка группы И ты появилась, когда, наверное, группе было столько же лет, сколько тебе? Я старше на год Чем А-студио Да Но нам очень повезло, потому что первая же песня наша совместная Это была песня «Улетаю» То есть она сразу Это был хит Открыла дорогу долгую и красивую Скоро я взлетаю Хэй, тебя теряю От любви твоей я улетаю Потом мы с ответами «Мошенниками» Да, это было намного позже Мне кажется Ну, не намного Потом по песню Пугачевой тебе дали Мне кажется, не всем даю такую возможность Перепевать песни Пугачевой На самом деле, это песня Александра Зацепина И был его творческий вечер Мы записали для этого вечера А потом уже был юбилей Алборис Пугачевой Все начали подходить Входит такая хорошая песня Такой хороший ваш вариант, так скажем Алла Борисовна, такой человек непростой Мне кажется, без ее благословения Просто такую песню особо не возьмешь Просто она ко студию всегда относилась Ну, с большой любовью, по сути, после ее рождественских встреч Группы и выстрелила Они все узнали в свое время Еще когда солистом был Батыр Шукенов Который исполнял «Джулия», «Стоп ночь» И Пугачев, по сути, сделала студию очень известной группой Кассета с песней «Джулия» попала в Филиппу И ему эта песня понравилась Когда он приехал в Москву, он показал эту песню Али Сказал, что хочет ее записывать Что ему позарили музыканты там в Алматы На что Алла Борисовна сказала «Такие песни не дарят» И заинтересовалась, кто это такие Ибо они вместе с Батером Два гонца поехали в Москву В эту прекрасную Тверскую улицу Их домой к Али Борисовне Мы очень волновались Прямо с первого момента у нас Прямо такая возникла большая дружба Пообщались После этого мы очень были счастливы Конечно, вышли Я много раз рассказываю в интервью Как мы бежали по Первой Брестской По параллельной улице Просто вышли из подъезда и бежали Потом остановились, посмотрели друг на друга И говорю, что мы бежим-то Не знаю, что мы бежим Но мы бежали, в общем Видимо, от этого восторга, от эмоций Незабываемые моменты Когда мы писали наш первый альбом Когда мы сидели ночами до утра В общем, безумно были счастливы То, что мы работаем здесь Что такая получилась возможность И, конечно же, первый наш выход На сцене Олимпийского На рождественских встречах Которые уже, как говорится Когда мы на утро проснулись знаменитыми Тогда достаточно было появиться В такой большой телепрограмме, передаче Либо утренней почте И стать знаменитыми Какие звучания сегодня считаются прогрессивными? У нас как раз совпадают вкусы У нас очень редко может возникнуть Какая-то дискуссия, я это назову Это даже не конфликт Сейчас такое время Очень модно электронная музыка Но мы находимся на российской эстраде Не особо позволяет это все делать Именно электронную музыку Хотя у нас есть пару треков У нас сейчас скоро выйдет новый альбом И мы все равно экспериментируем Сейчас я наблюдаю Новые артисты Они мне многие Не многие Не многие из них мне нравятся К сожалению, ты когда слушаешь Одна песня тебе нравится Вторая нравится А третья, четвертая Они одинаковые То есть слушаешь какой-то альбом А не просто Как будто одна такая длинная песня Я читала обзор Несколько музыкальных критиков Обсуждали, во-первых, диапазоны Вокальные данные певицы И говорили о том, что есть прогрессивное И непрогрессивное музыкальное звучание Ну ты наверняка лучше меня это знаешь Вот этот лоу-фай Сейчас, когда затертые чуть-чуть Такие вот типа ретро-записи Новый IRON-B С появлением уикенда Который убрал оттуда Излишний секс и коммерцию Такой немножко сделал Вот такой немножко даже депрессивное Но такие элегантные депрессивное звучание Критики говорят о том, что на нашей эстраде Не так много певиц с хорошим таким диапазоном Называют тебя, Гагарину, Ани Лорак и Зиверт У тебя и у Зиверт говорят, что самые модные Звуковые мелизмы, европейские Произношения, наверное Произношения, да Когда ты окончание не по-русски заканчиваешь Это звучит, как будто ты на английском поешь Очень многие думают, что это у меня какой-то вот такой грузинский акцент А на самом деле это вообще не грузинский акцент Даже я когда разговариваю по-грузински У меня присутствует вот это какое-то Не могу назвать это дефектом Особенность такая Ну такая особенность Вот я так разговариваю Помягче То есть так мне больше нравится петь Даже потому что оно больше звучит для меня Я не знаю Я же делаю в первую очередь для того, чтобы нравилось мне Когда я переехала в Москву Тогда я вообще не разговаривала по-русски То есть это для меня Я все понимала, но я вообще не говорила Ребята контролировали, чтобы не было там жесткого какого-то акцента И когда они видели, что я там глотаю Какие-то буквы Они там это исправляли Нет, давай четче, четче А после песни улетаю Они поняли, что это какая-то такая моя харизма И все, после этого они перестали это исправлять И мы так и остались То есть это не прием, это естественно Да, это я, ну как бы мне это естественно А сейчас, к сожалению, я вот наблюдаю, что очень многие пытаются специально так петь Это выглядит ужасно То есть это, они еще больше глотают слова А новое поколение это вообще ужасно Да, 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 да Вообще ничего не понятно То есть даже для меня это too much, так скажем На русской почве вы супермодные прогрессивные звучания Они насколько могут прижиться? Есть люди, которые работают на радиостанциях, на телевидениях И портят вкус людям Вот и все Ты приносишь качественную музыку куда-то И они тебе говорят, не формат В смысле не формат? То есть они там Вот народу нужно попроще А как должен народ понять, что ему не нравится попроще, а нравится посложнее? Когда к нам приезжают иностранные артисты, у них битком стадионы и так далее То есть они слушают иностранную музыку, им нравится Я не согласна, что у них плохой вкус Им портят просто вкус, к сожалению Но сейчас же время стриминга, можно без радио выложить туда Да, слава богу, поэтому и пошло То есть какое-то новое звучание И новые артисты появились Хоть и многие сейчас очень негативно настроены Там, например, каким-то тиктокером Я очень часто слышу, что взрослое поколение Там очень жестко выражается И даже мне был период, когда реально Ну тебе обидно, ты всю жизнь пашешь, учишься Пытаешься, чтобы довести свои знания Стать профессионалом И встать на эту сцену, где ты наконец-то пришла Ты заслужила эту сцену И вдруг кто-то вообще непонятно за что Рядышком вот на этой же сцене стоит Реально обидно Потом я подумала и поняла Ну не их же вина, что они так легко добились успеха И нельзя гнобить этих людей Но если они рядом встали на этой сцене Значит так должно быть Значит кому-то они нужны И кто-то их слушает Другой вопрос, что вот люди, которые делают концерты Огромные, да, сборные Чтобы был какой-то хайп Чтобы был какой-то там скандал Больше обсуждалось Они приглашают этих людей Вот это уже второй вопрос Вот с этим я не согласна Потому что не должно быть такого Все-таки профессиональная сцена Она для профессионалов Наверняка слышала скандал с Долиной И Валей Карнавал Вот она как раз на эту тему был И Долина, которая за академический подход Ну она одна из самых таких мощных вокалисток Да, российских Она как раз говорила о том Что такие исполнительницы, как Валя Карнавал Не должны стоять на сцене рядом с большими артистами Но Валя Карнавал со своей огромной аудиторией В тик-токе так не считает Лариса Долина права в том, что на одной сцене с профессионалами Они не должны стоять Но у них есть своя аудитория У них есть свои площадки И какие-то передачи молодежные Они молодцы То, что как бы что-то делают И там так быстро к ним приходят успеют Но они не виноваты в этом Правда Почему-то так получается, что мы всегда стараемся находить своих людей Своего стилиста, своего стоматолога Или, например, даже своего продавца Вот именно за это мы ценим своих Они знают наши вкусы и предпочтения Всегда идут навстречу С ними мы всегда в выигрыше и уверены в результате Найти своих теперь можно и в Альфа-банке Благодаря премиальному обслуживанию Альфа-премиум Это специальный сервис, который открывает вам массу возможностей И при этом позволяет делегировать ряд финансовых вопросов своему человеку Персональному менеджеру, который доступен как для личной встречи Так и удаленно, по телефону или в любых мессенджерах Не зря же сервис Альфа-премиум уже четвертый год подряд является лучшим премиальным банком Новым владельцам будет доступен расширенный пакет эксклюзивных тревел-привилегий Например, сейчас в банке действует акция Всем новым клиентам один трансфер в любой точке мира Два прохода в бизнес-зала в любых аэропортах И расширенная годовая страховка в путешествиях Кроме того, клиенты сервиса могут рассчитывать на лучшие цены в отелях И получать различные преимущества Вроде расширенного времени заезда и выезда Или бесплатного повышения категории номеров Бронируйте столики в лучших ресторанах, даже когда все занято Доставайте билеты на самые громкие театральные премьеры И проходите без очередей Все это возможно с Альфа-премиум Который вы можете оформить по ссылке в описании И да, для своих первые три месяца обслуживания бесплатно Валя, карнавал, я не знаю Я даже, знаешь, листаешь иногда Инстаграм И вот этот конфликт я вижу с Ларисой Кто-то, какая-то девочка нахамила Я зашла, я посмотрела Я не увидела, что она прям нахамила Я тоже не увидела Нет такого, что она нахамила Она просто как могла оправдывалась То есть, я не знаю Мне кажется, не должно быть вот такого столкновения Всегда были плохие, хорошие, бездарные и так далее Если у тебя есть вкус, ты выбирай Есть Агилера с мощным диапазоном Или там Мрай Кэри или Витни Хьюстон Вообще уникум, там больше пяти октав А есть, например, Бритни Спирс Но она очень популярная певица И что ж ей теперь не выступать, если у нее слабые голосы Нет особого диапазона, или у нас Но вот та же Пугачева, которая всегда выделяла тебя И еще нескольких певиц Говорила о том, что, например, у певицы Максим Слабый диапазон И многие специалисты по вокалу говорят о том Что она как-то немножко шепчет Вот была девочкой и осталась девочкой Но вместе с тем, она же дико популярна Я сейчас расскажу Я не считаю, что главное диапазон Я не считаю Вообще не обязательно петь там 4 октавы Самое главное иметь красивый тембр Вот если у тебя красивый, приятный тембр Который запоминается, это успех И, конечно, если ты попадаешь в ноты и умеешь петь А вот это вот какие-то распевания То есть у меня в вокальной данной Мы используем 30% того, что я могу Потому что, ну, как бы Никому не нужны вот это распевание. Это называется оверсингинг. И вот когда агиллеры этим злоупотребляют, типа, посмотрите, как я умею, людей это в основном даже только раздражает. Это я когда начинала, знаешь, вот когда еще я в Грузии жила, тогда у нас же в Грузии все поют и все хотят вот показать. Вот у меня были песни, я там, знаешь, пела такие ноты, что вау, а потом ну как бы окей, ты можешь это, но не обязательно. Моя любимая певица Шаде, у нее вообще нет высоких нот. И что? Она супер крутая. Что касается Максима, это девочка, которая пишет красивые песни, которые нравятся людям. Может быть, она не супер вокалистка, но она автор. Это тоже должно цениться, мне кажется. Начало 90-х Наталья Ветлицкая. Безумной красоты, модная, все по ней сходили с ума, но много говорили о том, что как певица, да, вот если брать именно вокальные данные, ну не сказать, что они были выдающиеся, но вместе с тем мы все до сих пор под это посмотрев в глаза. Да, я тоже люблю эту песню. Или там Бузова, которую все хейтят. Но какая у нее огромная армия фанатов. Ну это потому, что Дом-2. У Бородины тоже огромная аудитория, но она не поет Наталья не из-за этого. Ну а ей зачем отказываться от того, что само идет в руки, если такая популярность? У этой девочки из-за того, что все на нее напали, у нее пошла агрессия. Выходить ей там какие-то свои амбиции из-за того, что кому-то что-то доказать, это провал. Поэтому и потом еще больше и больше получаешь хейт. А у тебя бывает такое, что ты смотришь на какую-то популярную певицу, понимаешь, что она как певица слабовата, и ее репертуар тоже так себе, вот она безумно популярна. И ты думаешь, ё-моё, люди, что с вами вообще? Ну конечно, очень многие. Мы уже некоторых обсуждали даже. Но что делать? Ничего. У них есть своя публика, а у меня своя публика. А кто на твой взгляд сейчас самый крутой в мире вокалист, исполнитель группы? Мой самый любимый исполнитель – это Stevie Wonder. Я с детства его обожаю и до сих пор не была на его концерте. Это моя мечта. И просто я в ближайшее время обязательно должна это сделать и пойти на его концерт. Ну ты по олдскулу, тебе нравится такая классика? Я люблю олдскулу. И сейчас все возвращаются. Как ты видишь, Weekend мне очень нравится, мне нравится Coldplay из новых. Я не знаю, Дуалипа хорошая. Из наших, мне Ванька нравится, Дорт, Земфира, Ваня. Каких-то из новых вот так не могу выделить. Зиверт молодец. Хотя очень похожи у нее вот песни на друг друга, но она, по крайней мере, выглядит как артист. Это единственный человек, который, мне кажется, так часто меняет хотя бы образ. То есть я вот всегда пыталась там выглядеть по-разному, а артиста нет. У них вот какой-то один лук, и они не пытаются экспериментировать. Она экспериментирует, она молодец, у нее современное звучание хорошее, она танцует. Хороший продукт, очень. Ты уже сказала о том, что диапазон — это не самое важное, а важно, как певец распоряжается правильно своим голосом. Есть такая градация, что полторы октавы — это такой, ну, такой средний певец, две — это уже прям профессиональный, три и выше — это уже вау-вау, а четыре там и выше — это уникум, уникум, невозможно. Тогда было вот это big songs. Сейчас такие песни считаются гимнами, к сожалению. Анжелика Варум сказала, не сказала, а у нее есть такая песня. Музыки стало мало, она стихла, совсем пропала. К сожалению, ну, приходит новое звучание, люди кайфуют от каких-то битов больше, нежели там от каких-то big songs. И надо подстраиваться, ну, то есть, если ты хочешь быть актуальным и молодежи нравится это, ты найди золотую середину. Мне сказала твоя помощница, что ты действительно ешь хачпури, что это твоя любимая еда. Вот это по-аджарски. По-аджарски. Это вообще самое мое любимое блюдо на свете, чтобы понимать. Это по-иммеретински. Это хинкали, пхали. В общем, ты в реальности это все ешь. 54 килограмма, но ты ешь такую еду. Я обожаю. Я просто не могу без этого жить. Я не люблю сладкое. А за счет чего тогда ты вес поддерживаешь? Мне кажется, я с детства просто привыкла и не поправляюсь от теста. Нормально? А как можно не поправляться от теста? Ну, у меня и мама худая, и папа, и мама. Таких полных у нас нет в семье. Когда я переехала в Москву, почему-то все говорили, что ой, она вот была пухленькая, и потом она там стала худой. Есть такое ощущение, что это сильно пухло. Да, но я не была. Я тут поправилась. И то я весила максимум на 4 килограмма больше, чем сейчас. Но, видимо, у меня были щеки. Детская вот эта какая-то припухлость, я не знаю, да. А потом после первых родов я как-то осунулась. Ну, вот это вот все, что... Мы сейчас, да? Хочешь, чтобы я себе доказала? То, что вот сегодня, да, вот у нас ресторан Казбек, в Грузии вот прям вот так и едят. Вот это такая вот... Дома вечером семья садится, у них вот тут хинкали и хачапури. Ну, нет! У меня дома всегда хачапури есть, и хинкали... Ну, ты мужик кормишь этим. Ну, ты знаешь, он на самом деле намного правильнее пытается, чем я. Вот это все присутствует только на отдыхе. Если в Грузии, то... Кто-то ест. Да, да. Но она обожает курицу табака. Говорит, что в Грузии это просто вышаг. Нужно. Вы знаете, как надо есть хинкали? Надо взять за уповину, мы так называем. Надкусываешь чуть-чуть. Это будет сейчас ужасным звуком, но вы меня простите. А потом берешь и высасываешь весь соус. И потом дальше кушаешь. Очень вкусно. Хорошая хинкали. Ты сама умеешь готовить эти хинкали? Нет. Какой-то передачи готовила, точно. Все-таки кровь не водится. Хочется прям с грузинской еды. И любишь. И хочется грузинской еды. И хочется в Грузию. И вообще я обожаю эту страну. Не так давно я вам рассказывала, что люблю делать подарки и считаю это настоящим искусством. Однако иногда попадаются такие крепкие орешки, к которым не подступишься. И это у них есть. А это уже кто-то другой дарит. А это дарили на день рождения. Мне кажется, я сама как раз из таких. Не раз мне говорили, Надя, мы не знаем, что тебе подарить. Давай ты просто сама выберешь, а мы оплатим. Я ни на что не намекаю, но вы знали, что у Литуаль есть подарочные сертификаты, которые отлично справляются с этой задачей. Давайте покажу. Найти их несложно. На сайте лету.ру они находятся в специальном разделе, но только хочу рассказать, как их можно использовать. Во-первых, вы можете подарить не только классическую физическую карту, по которой ваш близкий сможет подобрать себе что-нибудь, но и отправить сертификат на e-mail. При этом пользоваться им можно как для покупок на сайте, так и во время посещения магазина. Во-вторых, электронный сертификат можно украсить на свой вкус. Если у вас, например, есть любимая общая фотография, по-моему, это станет отличным дополнением к подарку. В-третьих, вы можете оплатить сертификат на любую сумму – 300 рублей. А тот, кому вы его подарите, может не расходовать все сразу, а регулярно радовать себя маленькими подарками, вспоминая о вас. Наконец, в-четвертых, в Литуаль огромный выбор косметики и парфюмерии на любой вкус, а заказы из интернет-магазина приезжают в течение двух часов. Так что, если где-то и выбирать сертификат для близкого человека, то там. Может быть, я слишком рациональна, но считаю сертификат отличным вариантом. Вы точно попадете в ожидания и сделаете человека по-настоящему счастливым в празднике, а не отделаетесь дежурным, ненужным презентом. По ссылке ниже вы сможете посмотреть доступные сертификаты на сайте. А я пока что сделаю и вам небольшой подарок. По промокоду СТРЕЛЕЦ с 1 по 31 декабря на лету.ру вы сможете получить 10% скидку на весь ассортимент. Дарите лучшие подарки. Я считаю, что есть три самых вкусных кухни в мире. Это итальянская, грузинская и японская. Я с тобой согласна. Я тоже люблю это. Но я еще русскую люблю. Пельмени, окрошечка. Ты рассказывала не раз в разных интервью, что когда ты беременна, ты себе ни в чем не отказываешь. И набираешь прям по 20 килограмм, по 23 даже бывало, да? Вот последний раз я набрала 23, а первый раз 17. Я не отказываюсь. Да невозможно, тебя трясет так. Это круто во время беременности себя сдерживать. Мне даже уже под конец я помню на Оливии говорили, что я сладкое не ем, а именно во время беременности мне хотелось только сладкого. Проверяют на сахар под конец. Все, тебе нельзя сахар. Я убегала там, знаешь, тихая в комнате мороженое. Ем, чтобы никто не видел. Меня прям трясло. По поводу грудного вскармливания. Ты кормила детей или... У меня очень большие проблемы с этим. Я два... Ну, то есть первый раз, когда я Оливию начала кормить, у меня поднялась температура 39, 40, 41. Начался вот это предмастительное состояние. И я все терпела. Думаю, вот сейчас, вот сейчас, вот и как-то никак. Я терпела это две недели. Температура 40. И наладилось. И мне сказали в Америке, что, девочка, у тебя очень много молока и узкие протоки. Тебе нельзя кормить. По второй раз я такая, ну, может быть, все-таки. Мне так хотелось вот эта близость вот с ребенком. Мне очень хотелось. Я рискнула, но я дала себе слово, что как только мне станет плохо, я завяжу. И где-то две недели я нормально. Прям держалась, держалась. И на третьей неделе у меня поднялась температура. Опять 40. День-два потерпела. День потерпела даже. И сказала себе, что все. Но я знала просто, как будет дальше. Я убедилась, что... Ну, хотя бы две недели. А потом как ты вот сбрасывала вес? Все-таки 20 килограмм сбросить, это такое серьезное дело. Значит, я пила 2 литра воды в день обязательно. И я сразу за стакан, как только ты сказала, что мне надо 2 литра, и я такая сразу раз. Обязательно вода, потом убираешь тесто, убираешь сахар. Рыб, овощи, мясо, овощи, получается, остаются, да? Да, обязательно. То есть вечером только это не жареное. Надо, чтобы было на гриле или там что-то отварное. И за сколько месяцев эти 20 килограмм уходят? Ну, когда я была на Оливье беременной, я, кстати, наверное, месяцы за 4 уже восстановилась. Я там тогда быстро. А в этот раз, наверное, месяцев 7 она добилась точно. Ну, чтобы прям свои 54 вернуть? Ну, тогда 8. Ну, потому что я особо, я ничего не делала для этого. Я даже на диете не сидела. Я антиспорт, человек антиспорт. Было время, когда я йогой занималась, но как-то из-за моего графика тоже потом выпало. Вначале сидела, а потом уже последние, когда вот 4 килограмма вот таких лишних, я просто уже устала, думаю, само сброситься. И реально вот я расслабилась и... Само сброситься, понимаете? Бросилась. То есть ты сама себе диетолог, сама определяешь, что тебе подходит, что тебе не подходит? Да. Ну, вот сейчас, когда ты уже в своем вот весе, 54 килограмма... Я ем все. Ты ешь все, ты можешь и хинкали, и хачапури, и хачапури все можешь, но без фанатизма. Очень даже с фанатизмом. Я люблю вкусную еду, но я не ем много все равно. Я могу есть жутко неправильно, я могу есть один хлеб, но мало. Ну, то есть ты съешь не все вот эти там пять хинкали, а съешь два, например. Типа того, да. Ну, хачапури по-аджарски я бы доела. Ну, давай, давай, доедим. Про Пугачева. У нее такое есть качество, что если ей нравится какой-то там исполнитель или группа, она очень много делает для того, чтобы... Да, она поддерживает. Поддержать. В свое время так случилось и со студией, когда ты появилась, она с восторгом тебя встретила и очень всегда как-то к тебе тепло относилась. Да, мы ее очень любим. Как ваше знакомство состоялось? Первый раз я Аллу Борисовну увидела, это была «Песня года», и нам вручили «Песня года». И она вручала уже на сцене вот эту награду. После этого мы где-то встречались, где-то сидели, по-моему, у нее тогда было радио «Алла», и она пригласила на интервью. Вот там мы и познакомились уже, посидели в гримерке, пообщались. Ты волновалась, поджилки тряслись все-таки Пугачева? Ты знаешь, я вообще не из тех людей, которые там волнуются, там боятся. Нет, я радовалась. Я радовалась, но у нее сумасшедшая энергетика. То есть вот она сидит, и она просто сидит. Так, знаешь, вот, то есть если ты чуть-чуть хотя бы там слабоват, оно тебя сожрет просто. И когда в начале пути там, да, тебя поддерживают такие люди, конечно, ты более уверенной становишься. Главное, не зазвизиться. У меня такого не случилось. Вот, кстати, хотела спросить, вот начало самое. Да, ты приезжаешь из Грузии, по-русски почти не говоришь. Попадаешь в группу, но все-таки одну из самых известных в стране. Ты заменила тогда Полину Гриффитс, и Пугачева практически протекцию тебе делает. Ну, хоть какой-то вот момент. Я расскажу. Куда крышу снесла? Нет, нет. Я сейчас расскажу почему. Потому что я пою с детства. Я пою с детства с 7 лет. Где-то в 14 я уже в Грузии была известная. То есть я выступала, я ездила с концертами. То есть у меня такого не было, что я один день проснулась в один день, и я такая, опа, я там популярно, меня там узнают. Понятно, что Грузия это такое, так скажем, поменьше рынок. А тут уже мы как бы расширились нормально. Я. Мы сидели на одном фестивале с моими коллегами, сейчас я не буду их называть. Все мои друзья там, и не только мои друзья. И я сказала, говорю, давайте просто вот можно, говорю, давайте сядем и расскажем, кто что думает про друг друга. И откровенно мы еще чуть-чуть выпили, и стало мое время, и все говорят такую вещь. А ты странная. Я говорю, мне кажется, я вообще самая приземленная и настоящая из вас всех. Потому что они... Я говорю, а почему я странная, скажешь? Потому что от тебя невозможно понять, чего ожидать. Я говорю, то есть ты имеешь в виду то, что я думаю, я говорю, да? Вот это странность. Да. То есть вот мы пришли к тому, что ты, если настоящий и реально то, что ты думаешь, то, что ты в этот момент хочешь, когда ты говоришь, ты странный. Вот, к сожалению, у нас вот такой настрой у наших коллег. Безусловно, наша музыка с каждым вокалистом, направление, стиль менялись. Потому что у каждого есть свое лицо, свой тембр голоса, свои какие-то, свое какое-то направление. И с Кэти, скажем, ну мы работаем в разных жанрах, но в основном, конечно, я думаю, что самый яркий именно взлет произошел в стиле поп-рок. Потому что у Кэти мощный, сильный голос, и можно было сделать какие-то такие более жесткие драйвовые, гитарные, с перегрузом, такие вещи. Каждый новый член команды, он привносит свою какую-то свежую струю. Ты начинаешь делать что-то свежее, что-то новое. И наш первый состав, вот Володя, я, бага и баттер, как нас называют, степные битлы. Мы этим составом, конечно, прошли очень много трудностей, и голода, и холода, и вообще всего-всего, что, конечно, нас закалило. И сейчас на это все смотришь, думаешь, как хорошо, что это все в жизни было. Потому что ты можешь тогда оценить то, чего ты добился, то, что ты прошел. Когда баттер объявил нам, что он хочет идти заниматься сольной деятельностью, ну мы, конечно, были очень расстроены. Потому что, вы понимаете, когда ты строишь, 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 все это совместно делаешь, и потом вдруг это происходит. Это, конечно, очень тяжело. И мы были расстроены. Мы поехали в магазин, купили бутылку текилы, бутылку коньяка. Коньяк не помню. Ну это я художественно так приукрашиваю. В общем, у нас было очень тяжелое утро, а нам нужно было ехать в останки, и был живой концерт. Мы приползли в останки, умылись, сделали вид, что нам хорошо, но на самом деле чувствовали мы себя ужасно. И мы, в общем, отсняли этот концерт, стиснув всю волю в зубы. И, конечно, когда он закончился, мы просто вот так упали без сил. Но вот вчера ребята смотрели, вроде говорят, неплохо. Да, появился он в интернете и послушали, так интересно было посмотреть. Ну сейчас интересно, а тогда мы были очень недовольны, что вот у нас так произошло. Когда меняется человек и начинается новый виток, это даже какой-то драйв. У меня никогда не было такого, что я дорвалась. У нас всегда была такая, знаешь, материально обеспеченная семья еще с дедушки. Он во время, да, еще в то время он был директором по стройматериалам. То есть все через него проходило по этому комбинату. И поэтому у нас такого... То есть в классическом смысле ты Москву не покоряла? У тебя все благополучно финансово было всегда? У меня было очень много еще слухов. Было, что вот мне отец помог. Да, да, да. Что вот из-за того, что мой отец там... Что чуть ли не прослушивание тебя стрелял. Да, да, да. Это вообще все вранье случилось. Я сейчас расскажу, как это все случилось. Значит, ребят... Был концерт, несколько раз был концерт в Грузии. Привозила их на Тодумбанце есть такой у нас продюсер. Я знаю. В Грузии все друг друга знают, все дружат. Потом у них настал такой период, когда солистка уходила. Позвонили ей. Может быть, ты кого-нибудь знаешь? Лучше будет, если мальчика, чтобы она не ушла замужем. И вот она говорит... Я, говорит, задумалась и сразу вспомнила тебя. Почему она вспомнила меня? Потому что я пела на грузинском языке песню о студии SOS. Она мне не сказала ничего. Отправила им материалы. Уже когда они сказали, что нам нравится. Она уже позвонила моей маме. Мы и так собирались переехать в Москву. У меня папа уже тут жил. Были времена Саакашвили. И все убежали оттуда. И папа у меня жил в Москве. И мы собирались переехать. Но мы собирались переехать через год. Так как я поступила на психолога. Я училась там. И если не закрыть год, то ты не можешь перевести документы. А тебе надо заново это все. Ну, случилось так, что я не доучилась. У меня только сейчас школа. Среднее музыкальное образование. И уже как бы университет я не закончила. Ну, психологию я прошла. Нормальные уроки жизни, мне кажется, они больше дали мне. А почему, кстати, ушла Полина Гриффитс? Она решила, что они ей больше не нужны. И она сама все сделает круче. Ну, у них пошла вот это. Вкус уже не совпадал. Разные мнения. В какой-то момент она поверила в себя. И как раз вышла замуж за Томаса Невербрина. А Томас прекрасный композитор. Она думала, что, видимо, они сделают совместно какой-то крутой продукт. Ничего-то не задалось. Ничего-то не задалось, даже когда я уже появилась. Потом она просилась обратно, но уже была я. Конец года – время, когда мы закрываем рабочие дела и погружаемся в водоворот новогодней суеты. Съемки, мероприятия, встречи с партнерами, монтаж роликов – все это отнимает много сил и драгоценные часы сна. А выглядеть в кадре при этом хочется всегда безупречно. Поэтому сейчас для меня не время для экспериментов. Я использую только проверенные средства по уходу с научно доказанным эффектом. Есть всего несколько компонентов в уходе, чья эффективность научно подтверждена. Один из них – ретинол. Ингредиент номер один для борьбы с морщинами, используемый дерматологами. Именно он отвечает за обновление клеток кожи и корректирует видимые возрастные изменения. L'Oréal Paris представил новую ночную сыворотку Revitalift Laser с чистым ретинолом, которая уже стала международным хитом и по эффективности не уступает премиальным продуктам. По результатам клинического исследования через месяц 100% принявших участие женщин заметили, что кожа стала выглядеть моложе и свежей, а количество морщин заметно сократилось. Уникальная технология позволяет не потерять до 40% своих активных свойств ингредиента, так как ретинол в составе ночной сыворотки Revitalift Laser не разрушается под действием воздуха, света и кислотности. Приобрести новую ночную сыворотку Revitalift Laser можно в «Золотом яблоке». Ссылку я оставлю в описании. Сделайте свои ночные ритуалы более эффективными, и ваша кожа скажет вам спасибо. Ты же сильно моложе остальных участников группы, ты же практически в дочери владеешься. Когда я вначале переехала и вот мы начали работать, мне было сложно. Мне было сложно, я думала, блин, хочется, чтобы вообще девочка какая-нибудь была в коллективе, что они мужики и все взрослые, вот этот барьер, а я такая, знаешь, вообще пацанкой была, хочется там какой-то, а они уже состоявшиеся, им уже все надоело, понимаешь, там работа это, вот. А потом я поняла, как мне повезло, потому что только их мудрость меня везде сдерживала. Например, мы приходим на какой-то, нас бы уже, наверное, или если бы я была бы одна, меня бы, наверное, просто вырезали бы везде. Потому что я не люблю, когда вот мы приезжаем на какую-то съемку, она задерживалась на два часа, к слову, и ты должна сидеть и ждать. А я ненавижу, вот я сегодня опоздала на 30 минут, я извинилась, потому что ненавижу опаздывать. Я люблю, когда все вот так, как-то четко, особенно тогда, то есть мы очень много работали. В день иногда бывало по четыре перелета, я жила в самолете. Это, наверное, из-за возраста вот я смогла это все выдержать, потому что сейчас бы я не смогла в таком ритме работать и нет желаний тоже. Когда ты хотела вспылить, они тебе не давали? Да, вот, они мне не давали, они меня везде держали, не надо, там я что-то скажу, потом там Байгали подходит, да, она молодая, не обращайте внимания. То есть как-то везде они вот сглаживали вот эти вот какие-то острые углы мои, потому что я всегда вот так в лоб все говорю. А так нельзя, оказывается. Но сейчас ты уже не такая горячая? Не, я такая же осталась, просто уже все вокруг мои друзья, все уже знают мои отношения, они уже все узнали, какая я. Кэти, конечно, очень своеобразный человек. Она принесла в группу свою молодость, она реально талантливая, она очень такой яркий человек, харизматичный. Возможно, ей, как и многим таким талантливым людям, не хватает, да, немножко усидчивости и желания именно учиться, потому что ей все так легко дается, что она, видимо, не чувствует потребности вот именно заниматься этим так вот профессионально серьезно. Ну, у нее получается, и благодаря постоянной живой работе она как-то все равно учится, потому что деваться некуда. Каждый концерт – это выход, это тренировка голоса, это пение, потом прослушивание, слышишь, что там ты фанширишь, там ритмично, потом записи в студии, где мои галии, конечно, тоже по голове. Каждый раз это тоже, это еще большая школа. Да, она прошла свое образование в нашей группе. Настоящая артистка, она, когда она выходит на сцену, или вообще неважно, если ей появляются какие-то люди, ей интересно. Некоторые люди, наоборот, как-то закрываются и смущаются, но у нее уже обратная реакция. Чем больше людей, тем ей больше хочется раскрыться и донести. Вот это как бы качество ее, именно вот такой артистки, скажем. Да, она вообще не боится сцены, она там просто живет, как рыба в воде. Поэтому и люди это чувствуют, ее искренность, открытость. Даже то, что она иногда может что-нибудь там лякнуть, сморозить. Не то, зато из нее это все выходит, она никогда не подстраивается. И вот эта искренность, она, конечно, людей сильно подкупает. Мы спокойные, а Кетти такая, мы как-то друг друга уравновешиваем. Там молодая девочка, у нее все черное и белое. Там можно потерпеть, на что-то закрыть глаза, потому что есть самое главное, есть музыка, творчество. Мы как рыба из одного аквариума. И мы часто с Вовой говорим, что, слушай, мы такие счастливые люди, что мы из нашего, мы когда-то было наше хобби, мы занимались этой музыкой, хобби стало нашей профессией, нашей жизнью. И иногда мы так счастливы, что мы думаем, блин, такой концерт, такой как, еще за это деньги получать. Это можно было даже все бесплатно вообще. Вот мне деньги не нужны. Вот получить вот эту волну из зала, вот этот ответ вот этих людей, которые стоя поют наши песни, танцуют, кричат, их эмоции, улыбки, они, конечно, стоят гораздо больше, чем какие-то даже материальные ценности. Наша какая-то мудрость порой там на какую-то излишнюю вспыльчивость молодой Кэти, мы закрываем глаза. Плюс она уже тоже немножко помудрела. Может тоже, да, уже. Да, уже понимают, что иногда не надо лишний раз там. Первые годы, конечно, это был сплошной агонии фейерверки. Мы один раз летели на какие-то гастроли, и у нас так было весело, особенно Кэти с Багой там веселились, что вышел летчик из кабины и сказал, «А вы не можете потише, мешаете самолет везти?» Твое преображение – это тема, которая, наверное, самая обсуждаемая в контексте тебя, потому что сейчас считается, что ты очень модная девушка. Но так было не всегда, вот эти середины нулевых, когда у тебя были вот эти дикие эксперименты с внешностью челки, там, блонд, декольте, там, сумасшедшие просто. Правда, все так одевались, на такое время было. Но потом происходит эта трансформация какая-то уникальная, причем она как-то очень быстро произошла, мне кажется, в период твоего первого замужества. Вот какой-то резкий какой-то переход в другое качество, вот этот конструктивизм в одежде. Ну, потому что я сейчас расскажу, как это все началось. То есть в какой-то момент, когда у нас уже все с творчеством, песнями все пошло, вот вау, я поняла, что надо что-то добавлять. У грузинов очень хороший вкус именно вот в одежде. Я дружила очень, не дружу до сих пор, там, Биссарион, Сашка Арутюнов. И мы постоянно с утра до вечера были вместе, и мы поняли, что так, надо уже заняться имиджем, надо сделать какой-то крутой. И у них был такой, знаешь, вот все мы молодые, только вот начинаются какие-то идеи суперкрутые, и надо это, чтобы кто-то еще выносил в свет. И вот я была именно таким продуктом. Они там мне делали какую-то суперкрутую одежду, стиль, вот, а я это все показывала. И мне это было хорошо, и им было это хорошо. Но в какой-то момент я поняла, что я тоже это умею делать, в принципе. Ты свой бренд создала? Да, и я создала уже свой бренд, Кэти Ван. И уже много-много лет я одеваюсь сама, все мои концертные наряды. Но это больше как история для себя или это прям бизнес твой бренд? Я не могу сказать, что я на этом живу. Это ну как бы совсем такая добавка, да? Основное я все равно певица, и у меня акцент на этом. Был период, когда очень популярными были отечественные дизайнеры. Русские, грузинские дизайнеры. Вот это какой-то такой период был, а потом это все как-то успокоилось. Вот. Потому что все подняли цены. Вот, например, там что-то Дьор там стоит столько-то. А на какой-то там Вася Пупкин, у него такая же цена. Ну, как-то смешно. Ну, Селин стоил как Терехов, и при прочих равных люди покупали. Поняли, что лучше купить Селин. Лучше покупать Селин, да. Вот так. Поэтому они перестали это делать. И мы перешли на масс-маркет. Ну, как масс-маркет. Мы начали делать спортивки. Спортивную одежду. Вот мы были одни из самых первых, кто начали. Это сейчас все делают. Это какой-то кошмар просто. Просто куда ни посмотришь, все делают какую-то спортивную одежду. Запрос Кэти Тапури до и после пластики, это же самый популярный. Иногда такие фотографии там выходят, что в такой момент тебя поймают, что просто ты какой-то крокодил. Зачем они это делают, непонятно. Ну, ты же не вычищаешь их из сети. Это же можно сделать. Нет. Зачем мне это надо? Господи, нет. Пусть будет. Но вообще есть мнение, что на Западе некоторые звезды специально даже делают такую историю. Потому что люди очень любят сказочные истории про преображение. Как говорила Коко Шанель, если женщина до 30... Не всякая женщина рождается красавицей. Но если до 30 лет женщина не становится красивой, значит, она просто не очень умна. И в наше время любая женщина может стать лучше с годами. И почему сегодня, например, так Джей Ло популярна. Она в молодости и она сейчас гораздо лучше выглядит, чем в 25. Мне кажется, просто она так же выглядит, как в 25. Она просто тогда по стилю, по всему она немножко самой себе проигрывала. Или, например, там Скарлетт Йоханссон с неявной, но тоже очень удачной ринопластикой. Так она этим гордится, она же не скрывает. Я никогда не скрывала. Просто очень странно, что вот не только про меня, да, вот смотришь какую-то фотографию там не очень хорошую. Какого-нибудь там артиста, актрисы, певицы, не знаю, нашей. И все начинают писать, она себя перекроила, да что она с собой сделала. Вот, например, я делала только ринопластику. Вообще к ринопластике я пришла не из-за красоты, а из-за того, что я ужасно дышала. У меня была такая история, что я просто перестала дышать хорошо. У меня уже появлялась отдышка, и мы поняли, что пора уже делать перегородку. Я пошла, сделала перегородку, и мне сделали не очень хорошую операцию, так как зашили как-то неправильно, и у меня нос начал опускаться. Я смотрю какую-то передачу, я там пою, а у меня нос уже просто на микрофоне. Мы приехали к врачу, к Артуру Рыбакину. Кстати, очень многие спрашивают, где я делала ринопластику, это именно он. И он посмотрел и сказал, говорит, вас так странно зашили, что какой-то там кусок кому-то выбросили, и, говорит, плохо, короче, сделали операцию. А ломала я нос так, что твиксом. Шоколадкой? Да, шоколадкой твикс. Раньше в Грузии такие были открытые палатки. Была зима, у меня был в костях мой двоюродный брат. Я говорю по-братски, говорю, так хочу твикс, купи, пожалуйста. А это внизу около дома продавалось. Он говорит, ну ладно, я пойду. Он, короче, пошел, здесь купил, заходит и говорит, на, лови. И я поймала это носом, а он ледяной. Просто я первый раз тогда реально поняла, что реально, оказывается, ты видишь вот эти... Искры. Искры, да, я думала, это к слову говорят. У меня, конечно, там была жесткая картинка после этого всего, вот такой нос. Не было никого перелома, но у меня появилась вот такая горбинка, и вот эта часть, она как-то шире стала. Но это меня тоже не парило, пока я задыхаться не начала. Почему, как тебе кажется, вот звезды это скрывают? Ну это же видно. Возможности современной медицины это предполагают. Тем более, что есть пример очень удачной пластики. Там Рината Литвиновой. Ну лучше же стали выглядеть. Да, я точно лучше стала выглядеть, и я вообще... Я против пластики, когда уже вот это, знаешь, с ума сходит, и идет какой-то перебор. А чуть-чуть там подправить... Хотя у меня не было никогда такого, что меня что-то комплексует, или там как будто я меньше нравлюсь. У меня всегда были и поклонники, но это, мне кажется, от харизмы больше зависит. Я всегда была такой живчиком, общительной, харизматичной. То есть у меня не было никогда такой проблемы. Но есть же люди, которые реально страдают от этого. Ну то есть какой-то шнобель у кого-то там, или там асимметрия какая-то жесткая. Почему бы это не исправить? Как тебе кажется, что стоит за психологией людей, которые так вот хотят макнуть в это и сказать, вот, вспомните, вот как... Не обязательно ты кто угодно, да? Как она выглядела до пластики. Хотя, по сути, все от Мерлин Монро... Она была одной из первых, кому сделали пластическую операцию. В 50-е годы она экспериментально легла под нож ей. Ну вот тогда это было опасно. Вот если бы там что-то пошло не так, было бы... Да, сейчас это тоже опасно. Это всегда такой риск, мне кажется. Пластическая операция – это прямо риск. То есть если даже хирург там суперкрутой, это зависит от кожи, как она заживает, как она рубцы остаются, не остаются. Это не только от врача все зависит. Ну то есть... Ну просто западный подход несколько иной. Виктория Бекхам давала миллионы интервью, как она сначала ставила импланты, потом их вынула, по какой причине, как это сделала. Женщины ее поддерживали. У нас же чаще вот эта вот история о вспомне какой-то была. Вот что за этим стоит? Почему людям так важно? Ну разве ты не знаешь, что за этим стоит? Это очень много свободного времени и то, что ты из себя ничего не представляешь и пытаешься найти, что вот... Не так уж она и красивая. Да, не такая она уж и красивая. И она вот из-за того, что у нее бабло, вот она все переделала и вот стала такой. Вот было бы у меня столько денег, я бы вот... Вот это вот какое-то вечное оправдание. Те, что ты там не можешь поднять свою пятую точку и что-то сделать в этой жизни. К сожалению. Я, кстати, наоборот, всегда радуюсь, когда вижу эту историю преображений. Мне гораздо более грустно смотреть, как бывшие красавицы, типа Волочковой, наоборот, теряют себя. Потому что я помню, помню эти времена. Вот я думаю, ты тоже, наверное, помнишь из нулевых, она же была очень красивой женщиной. И потом вот что-то пошло не так. И вот на это мне грустно смотреть. Про мужчин. У тебя действительно всегда было очень много поклонников. И там тебя в прессе с кем только не женили. От Влада Топалова, Верника, до футболистов Сычева. Каладзе. А Каладзе, кстати, это ваш сейчас... Он мэр, да, сейчас в Грузии. Там, да, почему-то в русской прессе меня переженили со всеми, а я их половину даже не знала. Ну вот что из этого неправда? У с кем не было Романа? Да вообще ни с кем. Из тех, кто был. Нет. Я из той категории людей, которые не любят внуку. То есть я не рассказываю, я не показываю там вот эта личная жизнь. Когда я уже вышла замуж, когда у меня были уже серьезные отношения, тогда мы там появились вместе. У вас, кстати, тогда было ощущение, что вы так идеально друг к другу подходите. Вы даже как-то похожи были очень. Да, да. И ты говорила о том, что у вас даже по гороскопу какая-то совместимость уникальная. Ну, это правда, я как телец знаю. Он телец-то и дева, это действительно очень хорошая совместимость. А как вы познакомились? Мы познакомились, у нас общий круг. А у нас, кстати, нас познакомил Александр Арутенов. У нас реально было супер отношения, одни интересы. Но в жизни, знаешь, как бывает. Ну, как-то вот я пошла туда, а он пошел сюда. Как-то не получилось. Я всегда думала, что я выйду один раз замуж на всю жизнь. Но, к сожалению, этого не случилось. Мы остались в хороших отношениях, он прекрасный отец. Оливия у него просто постоянно на выходных, ты говоришь. Да, да, да. То есть они... Все хорошо, у нас все прекрасно. Одна из таких самых, наверное, медийных историй, связанных с тобой, то, что мы сейчас как-то уже не обсуждаем, а очень много обсуждали. Когда вот у вас были отношения с ГУФом из-за того, что они случились, когда-то еще не развелась. Все тогда писали, что вот это, там, причина... Да, к сожалению, мы тогда не сказали. Мы не сказали, мы уже на тот момент не были вместе, и мы уже давно не жили вместе даже. А почему ты тогда не хотела об этом сказать? Потому что все же какой вывод сделали, что это у своей семьи не случилось? Да, но мы, кстати, с моим бывшим мужем обсуждали, что давай там расскажем, да. Но потом почему-то я... Так как вот я не люблю о своих отношениях говорить, я вообще не хотела об этом сказать. Ну, кто-то мне понравился. На тот момент это было все новое, никто не знал, куда это все выплывет, и зачем мне это все рассказывать. Ну, зачем? Я не люблю о своей личной жизни рассказать. Я сказала, это все неправда, не надо про это вообще говорить. На тот момент мы уже с мужем не жили вместе. Он был в курсе всего, что происходит у меня в личной жизни. То есть мы с ним в хороших отношениях дружеских разошлись. И когда настал момент говорить или не говорить, мы прямо совместно решили, что давай скажем, что это все неправда и все, до свидания. Вот это было типа, знаешь, отстаньте. Случились эти отношения с Гуфом, и вот он после этого давал два таких больших интервью на эту тему. Одно Собчак, где он рассказывал, как-то ему разбило сердце, никто его тут никогда не бросал. Тут вот такое случилось. И вторая вот эта исповедь, наверное, ты видела. Где он сказал, что три года ты не хотела вообще его ни с друзьями знакомить, ни с мамой. И вот как, что это его тоже... Сейчас вот он понимает, что его это ранило. А почему ты его не хотела ни с кем знакомить? Да, он был знаком со всеми, кроме моей мамы. Он сказал, что три года прятала от всех, от друзей, от всех меня. Да, неправда. И вообще я всегда обхожу эту историю вот так вот со стороны, стороной, потому что не хочу об этом говорить. Пусть я буду плохой, пусть так будет, потому что я не хочу вот потом эти ответки вот на этом хайпе. Мне это вот вообще в жизни не надо, понимаешь? Я сейчас замужем, у меня прекрасная семья. Что касается этой истории, то что вот тоже не очень красиво. Разве это красиво, когда мужчина выходит и рассказывает про какие-то свои отношения, копает, кого-то обвиняет? Все прекрасно вокруг нас, друзья, знают, что как было. Я к меньшинству принадлежу. Я помню, когда многие говорили, что ты слишком хороша для него, как-то с ним связалась. Я как-то понимала, он очень обаятельный. Я понимала, что он интересный, классный, веселый, но его надо спасать. Он такой вот. Ну, я попыталась, но не получилось. Ну, кстати, вот эта модель отношений невротическая, спасатель и жертва. У него же, ну, как бы все знают, что у него там, да, была, не знаю, есть или... Ну, была точно зависимость. И вот насколько тебя хватило, когда ты поняла, что, ну, нет, слушайте, все, это не моя история, это невозможно. Ну, там был такой момент, что человека надо было спасать. Я думала, что я сейчас спасу, и потом этот человек, ну, как бы, другой, другим станет. А когда я его спасла, он там перестал там употреблять, я поняла, что он таким же остался. Все. Ну, то есть такой какой-то большой драмы не было. Я думала, что какие-то там моменты, да, которые там не нравились, это из-за зависимости. А потом случилось так, что, оказывается, нет. Просто он такой человек. Мы разные, он неплохой парень. Мне, кстати, тоже кажется, что он неплохой парень. Да, но наши пути разошлись. Мне вообще кажется, ты с людьми не расстаешься плохо. Что ты со всеми очень, ну, как-то с тобой невозможно плохо расстаться. У тебя вообще, кстати, Канаде был какой-нибудь кровавый расход с подружками, с мужчинами, чтобы там отписаться, заблокировать, не общаться? Да, с подругами. И то непонятно почему. Два человека просто выпали из моей жизни. Но вот если без имен, вот почему может произойти такая ситуация? Именно в этих отношениях там очень много деталей, и мы просто не сели и не поговорили, а этого не случилось, потому что я не увидела с той стороны, что люди хотят как-то открыться и искренне поговорить. Я не увидела этого, поэтому я терпела-терпела и в какой-то момент сказала, все, вы мне, ну-ка вы надоели, все, хватит, завязываем. Ну, вот что может быть причиной того, что ты человека можешь вычеркнуть из жизни? Неискриненность, предательство, вранье, когда ты играешь в отношениях. Все, как бы, за спиной когда говорят. Банальные какие-то, у всех, как бы, мне кажется, одни и те же причины. Сложная тема, если тебе некомфортно, то скажи. Мало ты всегда говоришь про отца. А мне не сложно, я могу нормально. В интернете на эту тему, ну, сама знаешь, сколько информации, где-то даже пишут, что он был чуть ли не вор в законе. Он был, да. Папа был мой супер отцом. Это были 90-е годы, когда мы жили в Грузии, он был вором в законе. Такой был период в Грузии, сложный, что на улицах порядок наводили они. У папы была зависимость Грузии тогда в 90-х годах, я не знаю, как было тогда в России, но это была такая болезнь. Потом пришел Саакашвили, он переехал в Москву, потому что там уже было невозможно находиться. И в какой-то момент его задержали. Задержали, и у него там был обширный инсульт. Он заболел там сильно и... В тюрьме. Да, в тюрьме. То, что пишется в интернете из этого неправда, неправда то, что он был убийцей. Это ужасно так писать. Я вам скажу, как так случилось, что эта фраза вообще появилась. Когда он был подростком, во дворе была драка. Им было, наверное, точно уже не помню, ну 18, 17, 19. И во время драки умер пацан. Другие убежали, а он остался, папа мой. И он не сказал, кто это сделал, он взял на себя. Даже не взял на себя, а просто за это его... Ну за это его задержали. Ну за это же его потом и оправдали, насколько я помню. Да, но потом это уже как бы все было. Но вот эта фраза просто появилась отсюда, что он сидел за убийство. Типа, ну никакого убийства он не совершал, конечно же. Вот такая вот история. Ну слушай, что-то надо же писать, ты особо не комментируешь. Да я вообще не люблю. С одной стороны, я иногда думаю, наверное, надо сказать, чтобы глупость не писали. Потом я скажу, а глупость все равно продолжается. Поэтому я как-то вот не мусёлю, знаешь, я не люблю. Там действительно есть информация, что потом, когда во всем этом разобрались, то с него эту судимость даже сняли. Да. Потом были там совсем другие как бы истории. Но конкретно то, что касается этого убийства, его действительно не было. Вот просто, ну тема такая, действительно очень, ну, непростая. Непростая тема, но я, ну то есть у меня нет такого, что я там как-то мне сложно на какую-то тему. У меня вообще таких тем нет, которые мне сложно. Просто есть темы, которые я не хочу. Не хочу из-за того, что вот мы сейчас поговорим с тобой, а потом я буду год наблюдать вот эти рилс или как они называются. Ну, что вырежат. И будут вот там вот это вот как-то и вот эти заголовки как-то не особо хочется, потому что… А как ты, кстати, относишься к откровениям своих коллег из шоу-бизнеса, которые очень как раз подробно рассказывают? Там какие-то абьюз, меня там муж то, сё… Ну, это ужасно, мне кажется. Но есть такие моменты, когда нет другого выхода. Например, там домашнее насилие там или ну что такое какие-то там… Уже когда идет суд там, да, судишься с кем-то и уже… Есть такие моменты, когда надо это делать. Но все равно даже в таких случаях не надо прямо уж вот прям все рассказывать. Сегодня на жалости можно сделать огромную пиар-компанию. Я не понимаю, почему людям реально… Видимо, вот люди видят себя в этих историях и вот пытаются как-то больше поддерживать таких людей. Это не мой путь, я вообще не хочу быть жалкой в чьих-то глазах. И это вообще не моя история. Если даже мне что-то там плохо или что-то мне там… Ну, у каждого человека в жизни бывает, что нет настроения. Хотя я вообще не депрессивная, но там бывает, да, что… Как-то что-то не так. Я никогда не выйду в инстаграм и не начну ныть. Но это таких людей тоже не особо обсуждаю, потому что ну фиг его знает. Всегда я говорю, что все состоит из деталей. Вот не знаешь вот где, что и почему. Всего есть свое объяснение. Бывают случаи, что это просто неадекват, а бывает, что есть причины. И когда у тебя была вторая беременность, ты снялась беременная в клипе. И мне показалось, что это… Я вообще очень так всегда отношусь к стилизации всяких беременных фотосетов и все, что с этим связано, всякие вот эти пошлости в пеньюарчиках. Ну, как-то мне это все не очень близко. А здесь мне настолько понравился образ и то, что вы как-то это так органично интегрировали в клип. Нам так круто повезло, что мы нашли такое классное место. Все думали, что мы где-то в Арабских Эмиратах или где-то под Дубай что-то снимаем. Это была Россия, вот тут рядышком ехать туда три часа. Это Тверская область, Кандуки, то есть это вообще рядом. Ну, это был такой красивый, во-первых, не только клип, но и способ объявить о беременности. У тебя вторая беременность и насколько она отличалась от первой. И первого ребенка ты рожала в Америке, второго здесь. Очень похоже и беременность у меня была, и роды особо не отличаются. Даже тут, если честно, было чуть получше. Нет такого, что вот в Америке там что-то вау, супер, а тут у нас чуть-чуть ниже уровень, нет. То есть если ты идешь в платную клинику такую там хорошую, у нас прекрасные врачи, и это все на очень хорошем уровне. Просто, к сожалению, если говорить о больницах, которые вот обычные люди ходят, да, и рожают, там ужасные, конечно, условия. Вот такие бесплатные больницы и ужасно не то, что там какие-то условия даже, а отношения. У меня была другая ситуация, поэтому мне прекрасно. Все было прекрасно, и я очень довольна. Хорошее условие. Какая вот разница подходов? Вот американская медицина, перинатальная, так скажем, и наша. Там они более расслабленные. И на второй день тебя выписывают, например. Тут там три дня ты должна полежать, все должны обследовать полностью. А там вот как-то полегче. То есть, например, в палату заходили все. Про мужа. Для тебя имя Лев, такое кармическое, хотя он, по сути-то, и не Лев. Да, он Павел. Настоящее имя Павел, и ты его называешь Павел. Да. Но у него вот есть какой-то псевдоним профессиональный. Там целая история про это. Конечно, не будем рассказывать. Да, ты уже это рассказывала, да. Ну, в общем, были у него основания поменять имя. Ну, просто имя само по себе редко, и первый муж Лев, а второй... Да, так совпало. И так совпало, да. И вы, ну, ты рассказывала уже Лауре историю вашего знакомства, что ты пела на его дни рождения. Да. И потом его сын. Захотелось фотографировать. И вот он у вас как-то, получается, что вашим Кубидоном стал сын его мужа. И вы уже сколько, получается, вы вместе? Ну, практически три года. Три года. И у вас уже... Уже ребенок. Малыш, да. Ты неоднократно говорила в интервью, что ты называешь своего нынешнего мужа настоящим мужчиной. Вот что ты вкладываешь в это понятие? Мне кажется, все знают, что такое настоящий мужчина. Ну, для всех это разное. Для каждого свое. Да. Для кого-то это какие-то брутальные проявления. Для кого-то это, наоборот, какое-то такое партнерство и понимание. В первую очередь я хочу выделить то, что мужчина — это слово. Вот он сказал — он сделал. Мужчина тот, который точно знает, что в этой жизни хочет. Мужчина тот, который умеет поддерживать, да. Который знает, что такое хорошо, что такое плохо. Которое есть воспитание правильное, когда есть обязательно ценности. Мужчина тот человек, который должен уметь себя контролировать. Как у вас говорят в России? Гора? Или как? За горой? За каменной стеной? Да. А у нас говорят, как за горой. За каменной стеной. Ты рассказывала, что у тебя такое впервые произошло, как любовь с первого взгляда. Вот вы посмотрели друг на друга. Так бывает в жизни? Я всегда говорила, что это такой бред. Как можно увидеть человека? Реально это было так. Я его увидела. То ли во время выступления какой-то фонарь мне в глаза или что. Я не знаю, что это было. У него вот так вот как будто свет такой. Я такая. Это знак. И как-то так и получилось, что это реально был знак. То есть я закончила выступление. Я вышла со сцены. И как-то все, да. Мы забыли эту историю. И потом, когда он зашел. Мы как-то еще, ну, был знаком с Байгали. Они там общались, дружили. До этого где-то там вместе были. У них общие там друзья. Вот. И он там зашел поздороваться, сфотографировать сына со мной и так далее. И как-то у нас мы так легко начали общаться. Короче, как-то сразу было понятно, что это какая-то моя родная душа. А что вот зацементировало ваши отношения? Может, какое-то слово, поступок? Вот когда ты поняла вот просто вот все, сто процентов. Мой человек. Ты знаешь, какого-то вот такого момента, что я вот все вот поняла и все. Нет. Я вот как будто сразу вот как-то у нас вот пошло. Я всегда говорю, что есть, бывают, конечно, редкие случаи, когда отношения вот не клеятся, не клеятся, не клеятся. И потом они там как-то вот со временем начинают. Но я в это как-то слабо верю. Или отношения сразу начинают вот как-то вот. Начинаются они и развиваются, и куда-то они приходят. или нет. Вот в нашем случае было так же. Мы как-то вот сразу встретились, встретились глазами вначале, потом как бы познакомились, и мы разъехались по разным городам, и мы разговаривали по телефону. Неделю круглосуточно мы разговаривали. Мы не спали ночами. Я не знаю, о чем мы столько разговаривали, причем это не по видеозвонку, а именно вот и просто мы поняли, что у нас же уже как бы возраст такой, да, ты как-то и у него там были отношения, и брак, и дети, и у меня, и когда уже такой момент наступает, ты уже искренний, то есть ты или для чего это все нужно, или там реально хочешь какие-то нормальные там семейные отношения, да, хотя, может быть, не все так хотят, может быть, кому-то нужно погулять, я не знаю, но в нашем случае было то, что мы хотели уже чего-то такого ценного, любимого, там, вот, и у меня это желание было, и у него это желание было, и у него это желание было. Понятия, какие-то ценности, интересы, музыка, что самое главное. Он тоже любит Стиви Вандера? Да, он любит очень Стиви Вандера, сыграла, конечно, роль, музыка, это очень важно, музыкальный вкус очень важный, на самом деле, важный фактор. А что еще, как тебе кажется, да? А что еще, как тебе кажется, должно пара объединять? Общие ритуалы, общие какие-то совпадения в быту? У каждого это свое, вот, мне даже важно, чтобы биоритмы совпадали, потому что я сова, если бы он вставал в 7 утра, я бы умерла, мне кажется. Самое важное в отношениях, мне кажется, это понятие того, что ты хочешь в этой жизни. И жертвенность, вот, да? Это, может быть, как-то плохо звучит, но если ты в отношениях, ты должна жертвовать чем-то. То есть не может быть такого, что тебя все устраивает. Ни в работе, ни в личной жизни, ни в семье, нигде. Если ты хочешь, чтобы это работало и чтобы это было, ты должна идти на уступки. Ты должна понимать, что ты не одна в этих отношениях. Что если тебе это вот так не нравится, кому-то может тоже что-то не нравиться. Там очень много факторов. Ведь отношения — это работа. И очень важно, в какой момент начинаются эти отношения. Почему мы всегда говорили, что вот нельзя, пока ты молодая, выходить замуж. Я в 23, когда я началась с первым мужем мои отношения, и я сейчас в 35. Ну, это вообще небо и земля. Но ты больше стала идти на компромисс? Я поняла, что для меня важно. Когда мы начали с ним общаться, я думаю, вот сейчас все узнают про него, и он вызовет такой позитивный вайп. Потому что он безумно чистый, хороший человек, и внешне он позитивный. Походу, тем лучше, тем больше ты негатива вызываешь. У всех не может быть такого. Так не может быть такого, чтобы он был и симпатичный, и самодостаточный, и что-то вот должно быть там что-то не так. Ну, и так как как бы у него деятельность, ну, есть в Википедии, вы можете залезть и посмотреть, чем он занимается, то, видимо, есть и люди, кому бы хотелось бы, чтобы писалось что-то не так. Было очень много заказных статей, потому что они были очень похожи, переписаны, и мы прекрасно понимаем, как это все работает. Я миллион лет в этой сфере, и я прекрасно отличаю там заказные и незаказные. Это очень видно. В его случае было так, к сожалению. Но я не из тех людей, например, которые там зависят от тех, кто что скажет. Это на меня не особо действует. И наоборот, вот для него было сложно и не очень хорошо, что я добавила ему публичность. И ему этого жестко не хотелось. И как-то он пытался от этого всего уйти, и я ему как бы говорила, что, пожалуйста, хочешь, не хочешь, это случится. Люди начнут писать, некоторые там что-то плохое. Не обращай внимания. Вначале, конечно, для любого человека это не очень приятно. А потом через несколько месяцев он уже понял, что лучше не обращать внимания. Сейчас не реагирует? Нет. Ну, сейчас как-то это и поутихло. Я помню, вот только когда вы появились, да, ну, всем же было интересно, кто он, что он. Там всякие были там конспирологические теории, там кто-то даже подсчитывал, сколько у него фоток с детьми, с тобой и там с Кадыровым, например. И он, наверное, как бы с ним как-то там типа связан там профессионально. Но он же не скрывает, сам же он. Ну, да, конечно, есть в Википедии, вы можете зайти и посмотреть, никто ничего не скрывает. А потом еще вот это случилась история, что его бывшая жена куда-то пошла на телевидение, что-то говорила. И ты в интервью сказала, что я вообще на это не обращаю внимания, я вижу человека, я вижу, как он реально относится к своим детям, и какой он на самом деле. Ну вот за этим что стояло? Почему она пошла, почему его бывшая жена пошла на телевидение? Почему люди делают какие-то такие поступки? Я не знаю, честно вам скажу, я не знаю. Ну, может быть, у человека вот и на моменте ей так хотелось, а вот она вот так думает. Но есть другие люди, которые думают по-другому. А какой он отец? Прекрасный. Он самый лучший отец на свете. У него есть, кроме того, что у нас общий ребенок есть, у него есть там Леонид и Шошана от первого брака. Дети прекрасные, с кем мы общаемся и отдыхаем вместе, и мама детей в прекрасных отношениях. То есть у вас четверо детей сейчас на двоих, получается? Если да, общие посчитать, то да. То есть Оливия, его двое детей, ваш общий сын? Да, да, да. И вы вот такой всей большой компанией ездите отдыхать? Да, это так хорошо и весело. Я всегда хотела иметь большую семью. Но ты вот в начале нашей беседы сказала, что ты еще хочешь детей. Хочу. Я всегда хотела троих. Ну, с детства, когда мне говорили, сколько у тебя будет детей, я говорила, трое. Потому что я была одна. И мне всегда хотелось там иметь братьев. Сестру хотела больше, если честно. Ну, видимо, вот как раз сегодня обсуждали, что у тех, кто одни, всегда им хочется вот какую-то большую семью. Хочу. Бог, если даст, то будет. А сейчас у тебя мама помогает или ты все-таки больше с няней? И мама, и няней. Ну, это няней. А сверху потом контролирует мама. Какую свою песню ты считаешь самой удачной? Ну, моя самая удачная песня, это моя первая песня. Ну, как бы из-за того, что она первая. Улетая. Сразу, да, она мне открыла вот эту дорогу свободно. Мы сразу начали плавать и летать. У нас полет сразу стал нормальным. Вот, а так... У меня твоя любимая песня «Прощай». Ну, слушай, моя любимая песня вообще там «Любовь, река» или «Каменный город». Многие вообще этих песен не знают. У тебя, кстати, что в плейлисте? Как вот сейчас какая музыка? Я что-то очень давно не обновляла. Ничего не делала. У меня только вот дома стоит Яндекс Алиса. Я как ключи, это ключи, а даже Дайзу знает мой плейлист. У тебя нет в телефоне плейлиста? Есть, но он старый. Я давно ничего не перекачивала. Код точно. А если вот сейчас назвать топ-3 вообще песни, своих, чужих, любых, вот если... Ну, таких песней, которые тебе действительно вот кажутся крутыми и на все времена. Это раз. Вторая. Стиви Вандер. Я не знаю, это же какая песня. Да, нет. Это, наверное, какой-нибудь Overjoined, например, из-за чего ловли. Или моя с мужем любимая песня, я не буду ее называть, потому что я хочу, чтобы она была только наша. Так. Дальше вот не Хьюстон. Песня I will always love you. Это песня, из-за которой я вообще начала петь, чтобы ты понимала. Ну, и какую-нибудь нашу. Может быть, сука, любовь? Ну, кстати, классная песня. Да, я ее обожаю. Или какая-нибудь там... London, Zinfira. Ну, то, что ты называешь, мне кажется, да, это такое на все времена. На все времена, да. Те песни, которые были и остались. Прощай. Она тоже на все времена. Надеюсь. Это уже не мне судить. Ну, такая прям... Я просто петь не умею. А так вот... И, ну, сама себе я там ее напеваю. Было бы слишком поздно просто сказать прощай.